Здравствуйте! Давайте вспомним, что делают обычно с ребенком в детстве. Им командуют все, кто только не пожелает. Мама, родители, учителя, все родные, родственники. И дают ему указания, приказы, что ему нужно делать, что ему нужно кушать, что ему нельзя есть, где ему нужно быть, что ему нельзя с кем общаться. И что у нас получается? Когда мы вырастаем и отыгрываем эту роль ребенка, мы точно так же позволяем другим командовать собой. Есть очень универсальный, очень простой механизм, как убирать любые негативные мысли, замоты, запреты. Учиться командовать собой самостоятельно. До пробуждения я вообще не знала, что так можно, потому что нас этому не учили. У нас привычка, чтобы нами командовали, и мы подчинялись. А когда человек учится командовать собой в прямом смысле этого слова, подходит перед зеркалом или чувствует, что у него начался замот какой-то, он говорит, так, минуту, стоп, называет тебя по имени или какую-то кличку себе дает. И говорят, ничего личного, так, куда собралась звезда, да, или куда собрался товарищ, ты же понимаешь, какие будут последствия. И этот вот уровень команды, он моментально человека так фокусирует, ага, я в такой-то роли, это уже точно не семья, так, мамы здесь нет, я взрослый человек, точно не ребёнок, роль ребёнка точно не подойдёт там в профессиональной сфере, да, или в личных отношениях. Ага, так, сфокусировались. Это очень работает, главное, это просто нужно попробовать. Обычно, как у нас происходит, человека пнули, ему дали стимул, он отреагировал. Так делает у нас ребёнок или, в крайнем случае, подросток. Точно такой же механизм. Человеку может быть уже 30, 40, 50 лет, он это просто бессознательно берёт. И когда ему говорит работодатель, так, это сделай, не объясняя, там, почему, да, или предварительных договорённостей не было, он говорит, да, сделаю. А что, если мы перевернём палку и начнём командовать собой, чувствуем, что что-то не хотим делать, говорим, так, минуту, стоп, почему это? Что не хочешь делать, да, смотрим на последствия. И такая вера в себя получается, потому что человек со временем убирает вот эти все авторитеты. Ведь как у нас происходит? Мы, если кого-то наделили силой, мы уже начинаем ему, да, служить или пытаться понравиться, приспособиться. Как только мы убираем авторитета, да, и становимся условно для себя авторитетом, мы понимаем, что если здесь накосячил или накосячил товарищ, ничего личного, подъём в 4 утра, какое-то себе такое наказание даёте, да, 20 приседаний и делаете это. И потом каждый раз, например, когда у вас получается какой-то замот или что-то не хочется делать, тело сразу так вспоминает, так, ты ещё хочешь приседать 20 раз там в 4 утра? И уже начинается выбор. Выбор. Так пару раз сделав, точно себя можно и нужно переучить. Это потрясающе работает, так что кто смелый, пробуйте и можете написать потом, что у вас получилось. Здравствуйте. В этом мире всегда есть плюс и минус, есть чёрное и белое, хорошо и плохо, противоположности. И в нашей жизни так же. Если есть одна страна, значит, обязательно есть и противоположная. Современное общество диктует такие правила, что мы по каким-то причинам очень хотим всегда примкнуть к группе людей или к каким-то лицам, где шумно, весело, классно. Нам на работе обязательно должно быть круто, задорно. На какой-то вечеринке обязательно должно быть просто феерия. И обычно после вот этих ярких, эмоциональных, бурных впечатлений и реакций мы возвращаемся домой, и большинство из нас становится не очень весело, тихо и достаточно одиноко. Как есть одна часть, значит, есть и другая часть. Нас научили жить вот этими качелями, эмоциональным раздраем. Но можно учиться по-другому, уравновешивать собственную систему и собственную жизнь. Природа нас, в принципе, всему учит. И если посмотреть внимательно, природа достаточно стабильная и спокойная. Там нет качелей, там нет раздрая, там есть постоянное стабильное движение. Птицы утром просыпаются, начинают щебетать и занимаются своими делами. Звери также просыпаются, когда им нужно по собственной программе. Осень сменяется зимой, и мы видим это, как проявленная погода изменилась, стало холодно, листья опали, снег появляется. И это постоянное движение, постоянное развитие. Человек, как, в принципе, дитя природы, он может жить так же. И тогда эта жизнь от одной задачи к другой. Получается, что мы, совершив одно действие, выполнив то, что хотели, то, где у нас получилось, мы можем награждать себя какими-то материальными благами или классным достойным отпуском. И идем к следующей задаче. И так постепенно поднимаемся, поднимаемся как в собственных глазах, так и в собственных результатах. И здесь тоже нет феерии. Опять же, человек — социальное существо. И мы живем в обществе, которое диктует свои правила и свои тенденции. И если посмотреть на тенденции, то выставленные люди, кумиры, которые преподносятся как эталоны, это чаще всего люди шоу-бизнеса, где как раз все феерично, ярко, фантастически. Но если мы посмотрим на продукты жизнедеятельности, чаще всего это либо интриги, либо скандалы, либо какие-то там кляузы, ну что-то такое вот. И это одна часть жизни. Есть другие люди и другие продукты жизнедеятельности людей. Например, как Катушка Мишина, Матрица Горяева. И это другая часть. И там жизнедеятельность людей, получается, направлена на труд во благо людей, каждого из нас и всех вместе. И там тоже нет фееричности. Там есть дисциплина, труды, усилия, усердие, воля. И это совершенно другая жизнь. И вот в зависимости от того, что каждый человек хочет в этой жизни делать, он может выбирать. Мы, в принципе, каждый день делаем много разных выборов, начиная с утра кофе или чай пьем, и каким маршрутом поедем. Но есть основной, главный выбор. Мы идем на созидание или на разрушение. И это пресловутый выбор к умным или красивому. Спасибо.